Всем привет! Всем привет! Я сегодня опять из дома, потому что со мной случилась ужасная нелепица, я сломала каблук. Такое тоже бывает, но это дало мне возможность продолжить отдых от нашей театральной темы и ответить на вопрос, который прилетел ко мне вчера благодаря сторис. Вчера у меня была лекция в музее, посвященная модернизму, архитектуре 20 века. Это вот здесь у нас снова наш друг. Вот он, вот он. Все, полтонник опять с нами, ни одного прямого эфира без него, по-моему, не проходило. Ну, хороший, хороший, не мешайся. Вчера у меня была лекция о архитектурном модернизме 20 века, и я выкладывала небольшую сторис, как я к этому готовилась. И пришло аж несколько вопросов с просьбой рассказать о книжке, которая краешком попала в сторис. Поэтому я сейчас переключу камеру, расскажу про эту книжку, и что? И пообещаю вам следующую прогулку. Ну, собственно, вот у меня здесь настроено, напомню вам, что на YouTube лежит лекция «Советский архитектурный модернизм», совершенно бесплатная. Это была моя лекция в рамках марафона об архитектуре в феврале. И качество там, конечно, не ахти, но я еще не поняла, хочу ли я делать лекцию отдельную на вебинаре на тему модернизма. Хотя на самом деле есть очень интересный результат вчерашнего теста. Вот я написала грешную мысль, не сделать ли мини-курс о модернизме 20 века, и 77% читателей моих любимых ответили, что да, тема интересна. Я пока про это думаю, потому что, ну, на самом деле, как-то так звезды складываются, что вот вчера я про это написала, вчера прочитала очередную лекцию, и вчера же записалась к нам в УРФУ на курс повышения квалификации, посвященный как раз культуре и искусству 20 века. Так что все к тому идет, что, скорее всего, я вас действительно порадую однажды этим небольшим курсом. Почему небольшим? Потому что можно сделать огромный, с привлечением наивного искусства. Очень интересная тема у нас на курсе повышения квалификации будет религиозному искусству 20 века и на Востоке, и в Европе. Ну, в общем, я буду думать, опять же, как вам интересно, неинтересно. Я отключу сейчас картинку, чтобы показать вам эту книжку вживую и чуть-чуть про нее рассказать. Так, прекращаю. И сейчас попытаюсь как-нибудь здесь... Вот, это огромная книжка, то есть даже по размеру моей ладони вы видите, что формат у нее очень серьезный. Пионеры советского модернизма, архитектуры и градостроительства. Книга совершенно великолепная. То есть здесь есть и чертежи, здесь есть и фотографии, причем очень редкие. И книг о модернизме у нас немного на русском языке издано. Вообще сама эта тема как явление, архитектурный модернизм 20 века, она начала изучаться буквально вот в последние десятилетия. А если говорить о советском модернизме, который я очень люблю, то эта тема, ну, буквально всего 10 лет, как и следуется. Поэтому информация есть, ее не то чтобы много, но собрать из этого хорошую лекцию у меня получилось. На ютубе она выложена совершенно бесплатно. Вот, а по поводу отдельной лекции, отдельного курса я пока думаю. Так, вопрос, какое издательство? Сейчас посмотрим. Кучково поле. Ничего удивительного, прекрасное издательство. Все их книги по искусству я очень люблю и очень уважаю. Эту книгу мне подарили на день рождения и покупали ее, если я не ошибаюсь, в магазине Петровский. Но я так подозреваю, что она в интернетах, в интернет-магазинах однозначно должна присутствовать. Вот, такой вот коротенький выход в прямой эфир и, похоже, я действительно в этот раз уложилась пять минут, как изначально и предполагалось, что это будут архитектурные пятиминутки. Да, по нелепой причине я сегодня не на улице, но я думаю, что вроде бы нам обещают с понедельника будет попрохладнее и я все-таки в понедельник выйду к дому Севастьянова. Вы уже накидали мне тем и наш цирк, и дом Железновы и опять на две-три недели вперед у меня план расписан. Так что, я думаю, мы не раз еще с вами увидимся. Я на это очень надеюсь, потому что мне нравится с вами встречаться в прямом эфире, читать потом ваши вопросы под записью. Ну и надеюсь сейчас по традиции, опять же, когда я запись сохраню, вы напишите свои пожелания, о чем вы хотите услышать в моих выходах в прямой эфир по вторникам, средам и пятницам, когда я в 12 Москвы выхожу и ненадолго отвлекаю вас от рутины, рассказывая о том, что у нас интересного в архитектуре, что у нас интересного с книгами и вообще, как дела у Архликбес. Всем хорошего вечера, всем хороших выходных. Надеюсь, погода нас порадует. Отдыхайте и увидимся в понедельник в прямом эфире. Пока-пока!